Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Макс и сегодня на моем обзоре система беспроводных микрофонов от компании Kimofan 2.4 ГГц. Она вот только буквально, буквально сегодня пришла ко мне. Я ее попробовал на улице, решать будете по поводу качества вы, а сейчас мы просто по порядку с вами рассмотрим, что она из себя представляет. И хочу сказать сразу, ценовая категория у нее прям самая-самая не на есть приятная. То есть, мне кажется, она классно подойдет для начинающих блогеров, для тех, кто проводит репетиции там в каких-то студиях, да, преподает танцы, гимнастику, еще что-то, чтобы можно было повесить петличку сюда. Либо есть вариант, где она идет через ухо и вот сюда. То есть, если кто-то активно там занимается фитнесом или преподает какую-то, я не знаю, гимнастику, еще что-то, ему будет, наверное, это очень и очень удобно. Также, да, вы можете делать вот то, что делаю сейчас я, то есть заниматься блогингом, еще чем-то, вести какие-то каналы. И на самом деле все это выглядит вот таким вот образом, то есть в очень аккуратной коробочке. Но это правда даже сумочки, то есть вы можете ее носить с собой. И цена данной штуки это порядка трех тысяч рублей, даже меньше. Сегодня вот, например, на Али идет распродажа, там вообще цены чуть ли на две тысячи не спускаются, так что посмотрите сами. Все ссылки будут внизу, там, по-моему, даже еще на Амазон есть. Ну, Амазон у нас не работает, но Алиэкспресс, по крайней мере, можно их найти. И что мы будем делать? Смотрите, что у нас идет в самом начале. Так как эта штука предназначена для телефонов, у вас идет вот такой переходничок. То есть, если у вас в телефоне есть джек, да, смотрите, каким образом он подключается, да, так как джек у вас один на телефоне, он же и для наушников и для микрофона. Если вы подключаете систему с микрофоном и с наушником, да, у вас идет один проводок. А если вам нужно подключить либо то, либо то, он у вас разделяется. Соответственно, здесь нарисован микрофончик, куда вы и подключаете петличку, и здесь нарисованные наушники, грубо говоря, они у вас висят. Если у вас телефон, как у меня, то есть это Huawei с USB Type-C, либо с каким-то другим подключением, не имеющий джек, вам нужен еще вот такой вот джек, который, к сожалению, в комплекте не идет, который вы подключаете в Type-C, да, то есть вы его подключили в Type-C, и у вас появился выход на наушники и микрофон, то есть один. В него вы вставляете уже разветвитель, да, я понимаю, что это звучит прям совсем, а если вы его просто напрямую засунете в телефон, ничего у вас не получится, поэтому у вас получается вот такая штука. Есть они более компактные, более маленькие, и потом вы уже берете приемник, он выглядит вот таким вот образом, то есть тоже с джеком. Если, грубо говоря, у вас какая-то колонка или еще что-то, вы можете вставить прямо туда. Сейчас попробуем. И подключаете вот таким образом. У вас получается вот такая вот связка. Я не знаю, ставите вы его, например, на стедикам или еще на что-то, то есть это можно убрать, прикрепить, я не знаю, каким-то образом. В общем, спрятать это уже будет зависеть от вас, и у вас получается, ну, вот такая вот камера с беспроводной петличкой. Для чего он еще подойдет, то есть какие здесь есть еще переходники, то есть идем по комплектации. Естественно, у нас идет юзер мануал, ну, такой элементарный. Дальше у нас идет пакетик, секретный пакетик. Секретный пакетик у нас идет вот таким вот образом. Здесь переходник на большой джек, то есть вот таким вот образом он прикручивается прямо сюда. Вы его прикрутили, у вас получился вот с такой большой пипеткой. И вставляете его куда хотите. А также, естественно, вы можете просто вот тупо, я не знаю, засунуть его во вход микрофона и, я не знаю, играть, разговаривать по скайпу, еще с кем. Ну, в общем, я думаю, вы у меня крутые все, поэтому без проблем найдете применение данной штуки. И вторая штука у нас идет, то есть это передатчик, идет петличка, причем петличка очень выглядит прикольно, в плане того, что она железная. Вот эта вот штука у вас не сломается, что немаловажно именно для меня, потому что у меня она постоянно ломалась, если она была пластиковая. С этой стороны, чем она отличается, идет вот такой вот брелок. Он крепится и здесь идет обычная прищепка, которую вы можете, я не знаю, прикрепить куда-нибудь на себя. Что касается по кнопочкам, по кнопочкам тут, ну, тоже все предельно прям просто, то есть это вкл-выкл на приемнике, только вкл-выкл и микро-USB, а на передатчике это вкл-выкл, громкость туда-сюда и микро-USB. Что мне очень понравилось в плане данной комплектации, чего, допустим, не хватает того же, тому же маленькому Раде, это, тарам, провод с двойной зарядкой, то есть это USB-переходник на два провода и вы его можете абсолютно спокойно вот таким вот образом заряжать от того же пауэрбанка либо от зарядки ваша телефон. То есть у вас получается конкретно две штуки на одну зарядку, на одной USB. Очень удобно, можно зарядить все сразу и вот, например, в Раде, которая стоит очень-очень намного дороже, такого нет. Все это идет вот в таком вот приятном кейсе. Ну, я все это говорю только потому, что это реально стоит очень-очень дешево, на мой взгляд, для всего этого. Что касается качества записи, мы сейчас с вами, естественно, все это дело проверим. Кстати, он держится офигенно прочно и снять его можно только нажав вот на такую кнопочку. Это как бы тоже огромный плюс. Так, давайте, наверное, сначала подключим его к камере, через который вы меня сейчас слышите. Как он подключается, это вообще гениально. Вкл-вкл начинает мигать синенькая точечка вот здесь и через буквально два-три счета она начинает гореть синим и все, как бы ваша петличка работает. Так, я подключаю данную петличку сюда. Вот она у меня висит. И сейчас попробую засунуть передатчик-приемник в камеру. Готовы? Итак, раз-два-три. С вами Макс. Это канал Шестеренка. Надеюсь, вы меня сейчас слышите. Сейчас я попробую снизить громкость. Я просто смотрю по датчикам. И вот это, насколько я понимаю, максимальная, то есть, ну, чувствительность увеличивается. Раз-два-три-четыре. Так, сейчас потрогаем ее. Может, как-нибудь... Раз-раз-раз-раз-раз. Не знаю, как вы сейчас все это дело слышите, но, на мой взгляд, все пока идет очень неплохо и, ну, по крайней мере, ничего не ломается. Раз-два-три-четыре-пять. Вышел зайчик погулять. Так, давайте, наверное, сделаем небольшой тест на расстояние. То есть, как пишет производитель, это 30-50 метров. Ну, вот, честно вам скажу, я уверен, что это не так. Ну, за три тысячи это, по сути, и не нужно, поэтому даже париться не стоит. Итак, пошли, сделаем проверку на дальность. Это тест микрофона. Как говорит производитель, он должен работать на 30 метрах. Так, я не знаю насчет 30. Надеюсь, вы меня сейчас слышите. Я попробую покрутиться. Сейчас где-то, наверное, метров 10. Сейчас посмотрим, насколько он будет работать. Надеюсь, вы меня слышите. Конечно, для такой петлички 30 метров это и не нужно. Хотя они написали 30-50 метров. Я сейчас попробую вот сюда отойти. Надеюсь, вы меня видите. То есть, ну, на мой взгляд, это достаточно уже далеко. Сейчас я хожу, вот, можно сказать, по парку вокруг деревьев. Попробую сейчас выйти на дорогу. Если вы меня слышите, это уже круто. И я считаю, что это достаточно классно для трех тысяч рублей. Ну, в районе трех тысяч рублей. Так что, почему бы и не взять. По качеству звука вы тоже можете все это дело определить сами. Как один из самых бюджетных, наверное, вариантов на рынке сейчас. И компактных, и бюджетных. И еще с такой достаточно продолжительной временем работы, мне кажется, очень даже неплохо. Не знаю. Оценивать, конечно, вам. Так что смотрите сами. А мы продолжаем тестирование данной петлички. Как я уже говорил, для этого нужна вот эта вот большая писюлька, которую мы вставляем в музыкальный центр. Раз, раз. И пробуем. Раз, 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 раз. Итак, если вы хотите провести какое-то суперское шоу на вашей вечеринке, или просто урок гимнастики, йоги, или еще чего-то, пресс-конференцию, вообще какую-нибудь хрень, я, честно говоря, даже не знаю. Либо можете хотеть по улице и рекламировать что-то. Здравствуйте. А не хотите зайти в наш магазин? Здравствуйте. А вы не хотите зайти в наш магазин? В общем, на вкус и цвет, так сказать. Так. Кстати, да, регулируется звук. Вот здесь очень слышно на этом. Так. Вот это минимальное, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так. Ну вот так вот. У меня просто еще здесь вот звук регулируется. Кстати, вот эта свеновская колоночка. Вы можете тоже посмотреть обзор на нее. Я не так давно его делал. Прикольная штука. Так что можете ходить. Вот так в обнимку. Если вас кто-то не слышит, просто подойти в упор, как крикнуть. Итак. Спустя десять минут долгих кричаний в микрофон и в телефон, я понял, что у меня переходник идет только на наушники. Поэтому подключить микрофон к телефону я не смогу. Попробовать сейчас. У меня тупо нету переходника. Но, по сути, это не меняет дело. И вам придется покупать переходник именно тот, который нужен вам. Причем здесь на самом деле написано, что это прям вообще чуть ли не для любых телефонов. И вот написано. То есть, как я и сказал, вам нужен вот такой вот, только который не только, грубо говоря, в микрофон. Ой, в наушники. А тот, который в наушники и в микрофон, тогда вы уже подключаете данные и идете вперед. То есть, вот таким вот образом все это дело выглядит. И если вы будете засовывать напрямую это куда-то, аккуратнее не сломайте. Что касается качества звука. Ну, честно сказать, оно средненькое, может быть, даже говенненькое немножко. Но за данный бюджет вы получаете то, за что заплатили. Ну, грубо говоря, говорю как есть. Кого-то это качество звука устраивает, кого-то нет. Для этого и существует такого рода обзоры, чтобы вы сами определились, нужно вам это или нет. В данном случае за такие деньги, допустим, я не знаю, у вас ребенок начинает заниматься блогерством или еще что-то, записывать ролики. Мне кажется, это выше, просто выше крыши. И ему будет вполне. Причем все это дело выглядит очень аппетитно в плане коробочки и в плане всего. Это очень прикольно. Ну, и хороший подарок, допустим, кому-то, кто этим занимается. Так что, друзья, ссылка внизу на Алиэкспресс. То есть, оно пришло именно с Алиэкспресса. Поэтому, как бы, других вариантов нет. Цена адекватная прям. Ну, то есть, он стоит того, что он стоит. Вот так вот. Не забываем подписываться на мой инстаграм. То есть, там вы уже, наверное, его видели. То, что я скоро сниму. И скоро выйдет ролик. То есть, вы будете первыми узнавать, что я снимаю. Ну, и, соответственно, буду очень рад комментариям, лайкам, дизлайкам и всей фигне, которую можно здесь поставить. Я надеюсь, я вам хоть немножко помог при выборе. Оставайтесь на моем канале. С вами, как всегда, я, Макс. И мы скоро с вами увидимся. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok